Музыка Ей богу, больше всего не люблю затрагивать тему религии. Но коль повелось, что данный предмет часто поднимают в Азербайджане в отношении армянской апостольской церкви, то пройти мимо этого вопроса никак не получается. Учитывая, что Азербайджан, называя армянскую церковь сектой, не мысля при этом ни в христианстве, ни в исламе, ни в сектах, пытается преподнести миру ААЦ чуть ли не на уровне Саум-Синрикё. Как я говорил в предыдущих выпусках, антитопор за три года достаточно сделать для защиты всего армянского. Пришло время нападать. На топонимику азербайджанскую мы недавно уже напали и не услышали взамен никакого опровержения, кроме матов. Истина так и ударила по башке адресата. А башка, как водится, тюркское слово и имеет корень баш-голова. Вот эта самая баш-голова и заорала матом, когда с удивлением узнала, что в Азербайджане тюркских топонимов сгулькин носик. Но учитывая, что речь об азербайджанском носике, то правильнее сказать сгюлькин носик. А теперь по существу и прежде чем доказать, что азербайджанский ислам и есть, что не есть самая секта, скажем немного об армянской церкви. А потом пойдём в атаку. Итак, о том, что Армения первой в мире приняла христианство в качестве государственной религии, и доказывать ничего не нужно. Стоит только в окне гугла вписать эти три слова, и в качестве доказательства будут приведены множество источников на всех языках мира. Кроме, разумеется, азербайджанского. Имеется куча записей, свидетельств исторических, архивных и в Армении, и России, и Афинах, и Риме, и Париже, где угодно. Об Армении, как первом христианском государстве, говорят как русский патриарх, как римский папа, так и иранские айатоллы и арабские муфтии. Отрицают только алиевская антиармянская пропаганда, оболбанивающая и оболванивающая своих граждан с перспективой оболванить и не своих, в том числе. А также ряд скептиков среди историков-ревизионистов, коих незначительное количество и ни на что не ссылающихся. Тем не менее, против фактов не попрешь, 301 год, новой эры, год основания армянской апостольской церкви, относящейся к древневосточным православным церквям, наряду с Коптской, Египетской и Фиопской церкви. Когда Азербайджан пытается преподнести населению мира со средним образованием или вовсе не образованным, что ААЦ это секта, Баку забывает о нескольких фактах. Первый и самый важный факт хронология. У Азербайджана всегда было плохо с хронологией и в вопросах религии в том числе. Так вот, хронология говорит о следующем. 301 год, принятие христианства Армении. 313 год, принятие христианства Римом. Условное, так как христианство лишь становится одной из признанных религий, наряду с господствовавшим и языческими культами. 337 год, крещение Константина, а вместе с ним и принятие Византии христианства. Хотя это еще де-факто негосударственное принятие христианства. Пока речь о монархе. Далее, как мы знаем, Рим распространил католичество, а Византия – византийское православие, от которой возникло еще более новое направление – русская православная церковь. А сама Русь приняла христианство аж в 988 году. Как некоторые Чубана, Ширвана, Абширонские успели обратить внимание, исходя из хронологии, армянская апостольская церковь не может быть сектанской, хотя бы по той причине, что возникла раньше остальных. В то время, когда жители будущей Византии омолаживались пеной Афродиты, римляне совокуплялись со статуей Венеры, русичи просили Перуна о дожде, а предки азербайджанцев на Алтае молили Умай и Тенгри о наследнике. Армяне на государственном уровне приняли христианство и уверовали в единого Бога и посланника Его Иисуса Христа. Второй факт. Называя армянскую церковь еретической и сектанской, Азербайджан априори неуважительно отзывается о болбанской церкви, о которой печется и не имеет к ней никакого отношения. Ширвано-апширонские тюрки, видимо, подзабыли, что та же албанская церковь, следы которой уничтожили варвары тюрки, называлась албано-апостольской. И все таинства, богослужения были точь-точь таковыми, что и в армянской. Так что стоило бы башкам, головам подумать, прежде чем называть о церетической, а то камень и в свой огород бумерангом попадет. Хотя, понимая, что вам ни почем, и к албанам вы не имеете отношения, иначе вы понимали, о чем говорите. Третий факт, да будет вам известно, что армянская апостольская церковь, наряду с другими древнехалкидонскими православными церквями, наиболее в чистом виде сохранили христианские таинства монотеизма, нежели католическая церковь или православная церковь византийского толка. Азербайджанцы, как мусульмане, по сути, если и уважать кого-то из христианских ветвей, то должны делать это в отношении именно армянской апостольской церкви, коптской и эфиопской. Именно в этих церквях нет той массы икон, изображений, почитания мощей, как в византийском православии и римской католической церкви. Но понимают ли это в Азербайджане? И да, и нет. Понимать такое армянофобия и зависть к армянскому наследию не позволяют. А не понимать им не привыкать, ибо если понимали, то хотя бы не полились с родственной албанской церковью, которая тоже была из разряда апостольских. Тем не менее, Азербайджану с шиитским большинством и азербайджанским отливом шиизма чужд монотеизм как среди христиан, так и среди мусульман-суннитов. На самом деле, Азербайджан позиционирует себя светским государством, но в случае с армянофобией свою ложку дегтя в бочку меда так и норовит подсыпать. Что ж, теперь об азербайджанском исламе, азербайджанском шиизме. Каждый мусульманин становится мусульманином с шахадой, которая известна не только мусульманам, но и представителям других конфессий. Шахада это главная заповедь любого мусульманина и звучит она в дословном переводе на русский язык, свидетельствует, что нет божества кроме Аллаха и еще свидетельствует, что Мухаммад посланник Аллаха. Или нет бога кроме Аллаха, гласит Коран. Ислам известен своим таухидом, а таухид это единобожие. Ислам строг к поклонению всем другим живым и неживым существам, так как бог один. Любое многобожие идет вразрез с исламом, теряет смысл исламской философии. Многобожие или поклонение еще кому-либо кроме бога Аллаха это ширк, а ширк величайший грех для мусульманина. В самой длинной суре Корана Бакара аяте 165 имеются следующие строки. В этом аяте речь идет как раз о том, чего нарушает азербайджанский шиизм, находя утешение не в Аллахе, а в посторонних людях, предметах. Я даже закрою глаза на то, что Азербайджан, кроме Аллаха, поклоняется еще имаму Али. Шахада, которая произносится имя, звучит так. Аллах Мухаммед Я Али. Аллах Мухаммед Али. Согласитесь, чем-то напоминает византийско-православную троицу. Отец, сын и дух святый. Что идет вразрез с исламом. Более того, на коврах изображаются имам Али в центре с остальными праведными халифами. Всего изображено 12 персон. Чем не знаменитая копия идеи Леонардо да Винчи «Тайной вечери». Имам изображается всюду, где только возможно. Начиная от безобидных ковров, кулонов, запястьей, перстней, часов и прочего. Кончая татуировками. Ну, ничего не поделать. Этим шиизм и отличается от сунизма. И не азербайджанцами это придумано. Какой достался им ислам, в таком исламе и пребывают. Даже муфти азербайджанские от Ахунда Мохаммеда Али Хусейн Заде с 1823 до Аллах Шикюля Паша Заде до наших дней, почти все были этническими талышами. Все 12. Всего 12 муфтиев против 134 католикосов армянских, нить которых ведется не с 1823 года, как у азербайджанцев, а с 302 года нашей эры с Григория Просветителя. А теперь, собственно, и сама кульминация. А известно ли кому-либо, что у азербайджанцев имеются свои собственные святые? Да-да, я не оговорился. Святые у мусульман-нееретиков. И святые эти известны не с недавних пор. Например, к северу от Абшуронского полуострова, близ Каспия, есть возвышенность. Называется она Бешпармак. Не путать с казахским блюдом Бешпармак. Туда азербайджанские паломники ездят на паломничество к своим святым трём братьям. Хадырзинда, Хадырнаби и Хадырлиас. Как пишет русский историк 19 века Николай Дубровин в книге «История войны, владычество русских на Кавказе» 1871 год. Татары признают всех трёх братьев своими святыми. Хадырзинде считается покровителем и обладателем земли. Хадырлиас – всех вод. А Хадырнаби – ветра и воздуха. Татарами, как вы понимаете, называли в Закавказье современных азербайджанцев. Но и это ещё не всё. На этом у азербайджанских мусульман святые не закончились. Как пишет тот же Дубровин в той же книге, оказывается, гора Арарат – святыня для бесплодных татарок. У подножия горы имеется пещера с останками святого. И чтобы избавиться от бесплодия, татарки в знак просьбы к погребённому в пещере молили святого об избавлении их от бесплодия и зубной боли. Вот оно, чудо Арарата для поселившихся кочевников. Судя по тому, как расплодились в регионе потомки татар, армянский Арарат смело можно считать фаллическим символом современных азербайджанцев. И своему количеству должны быть благодарны именно Арарату. В Азербайджане любят повторять, что Ереван – это азербайджанский город. Надеюсь, теперь многие из вас понимают, чем им дорог этот Ереван. Из Еревана прекрасный вид на их фаллический символ, на Арарат. На этот самый символ, который для всего остального мира просто святыня постпотопная. Вот только интересно, сам покойный, что оплодотворял и избавлял от зубной боли зак татарок в 19 веке, всё ещё в пещере или турки-суниты избавились от этого азербайджанского шиитского оплодотворителя. Кстати, на территории Еревана у азербайджанцев более всего могил и мест, которые считаются святыми и носят названия погребённых там людей. Прямо страсть к некрофилии какая-то. К примеру, трава с могилы Агенпира полезна от ломоты ран. Её смешивают с могильной землёй и наносят на рану. На могилу Данагната приводят сумасшедших, кладут их там на целую ночь и дают пить воду, смешанную с землёй, взятой из могилы. Туда бы всех представителей Азербайджанской академии наук привезти попить. Я думаю, им бы это было полезно. А земля, взятая с могил Савгамида, предохраняет от укушения змей. Шихтосур помогает в болезнях рогатого скота. Пирденар – лошадя. Такая вот поликлиника с усопшими лекарями. Таков азербайджанский шиитский ислам. А между тем, в Коране, в Суре Аз-Зумар, в третьем аяте говорится следующее. Воистину чистая вера может быть посвящена одному Аллаху. А те, которые взяли себе вместо него других покровителей и помощников, говорят, мы поклоняемся им только для того, чтобы они приблизили нас к Аллаху как можно ближе. Аллах рассудит их в том, в чём они расходились во мнениях. А воистину Аллах не ведёт прямым путём тех, кто лжёт и не верует. Не лгите и не воруйте. Это сказано, известно, для кого? Для тех, кто фальсифицирует историю и культуру Армении. Для тех, что, являясь еретиками и сектантами для ислама, пытаются древнейшую христианскую церковь назвать еретической и сектантской. Для лицемеров и лицемерок, которые сами запутались, где Бог, а где дьявол. Но пытаются всему миру доказать, что армяне не армяне, а их церковь не церковь. Словно мировая наука тоже родилась вчера вместе с азербайджанской нацией. Таким, как они, хочется сказать цитаты Оруэлла, которую бы я немного перефразировал. Все животные равны, но некоторые животные пытаются быть равнее других. Увидимся!